Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. Во времена госпожи де Помпадур, граф де Морепа и герцог де Лавриер оба были министрами. Они прекрасно понимали, что рано или поздно один из них будет вынужден принять отставку другого. Однажды ради шутки они прорепетировали ту речь с выражением признательности, которое обычно положено произносить при отставке. Недели через две после этого граф де Морепа явился к герцогу де Лавриеру, напустил на себя важный и печальный вид и известил хозяина дома о своей отставке. Де Лавриер легко купился на этот обман и только хохот де Морепа вывел его из грустного заблуждения. Но через три недели настала его очеред, но уже всерьез. Де Морепа сначала решил, что это тоже шутка, но вскоре он понял, что это всерьез, и де Лавриер не шутит. Тогда он произнес, достаточно, я вижу, что вы порядочный человек, и не морочите мне голову. Я сейчас же вручу вам свое прошение об отставке. Однажды граф де Лавиндаль возвратился из Сан-Доминго и, утомленный путешествием, решил остановиться в доме у своей хорошей знакомой госпожи де Морепа. Едва увидев своего гостя, хозяйка очень обрадовалась. А вот и вы, дорогой граф, вы поспели как раз вовремя. У нас не хватает партнера для танцев, и нам без вас не обойтись. Пришлось графу наспех превратить себя в порядок и пускаться в пляс. Виконт де Сен-При некоторое время был интендантом Лангедока. Через несколько лет он решил выйти в отставку и попросил у господина де Колона пенсион в 10 тысяч ливров в год. Тот ответил, что для вас 10 тысяч и удвоил названную сумму. Пенсион Виконта де Сен-При оказался одним из немногих, которые не были урезаны архиепископом Тулузским, который как раз в то время занимался проблемой сокращения расходов казны. Дело было в том, что почтенный священнослужитель частенько развлекался с веселыми девицами в обществе Виконта. Продолжение следует...